Между дисциплинарным семинаром отметили 30-летие партнерства КФУ и Гиссонского университета. Казанский университет посетил агент-директор группы компании InfoWatch Наталья Касперская. В IT-лицее и Институте психологии образования КФУ прозвенели последние звонки. 23 мая прошел междисциплинарный российско-немецкий семинар «Взаимодействие от клетки до человека», приуроченный к празднованию 30-летия партнерства между КФУ и Гиссонским университетом имени Либиха. Подробнее в сюжете Алсуса Таровой. В рамках 30-летнего сотрудничества Казанского федерального университета с Гиссонским университетом имени Юстуса Либиха в императорском зале КФУ состоялся междисциплинарный российско-немецкий семинар «Взаимодействие от клетки до человека», который посетил как ректор Казанского университета Ильшат Гафоров и президент Гиссонского университета Джабрата Мукачи, так и проректор по внешним связям Ленар Латыпов и руководитель немецкой службы академических обменов в Москве Андреас Хешин. Наше взаимодействие вот уже три десятилетия укрепляет давнее и многогранное отношение между российскими и немецкими учеными и является важным фундаментом для успешного научно-образовательного сотрудничества наших стран. На семинаре обсуждалось новое направление контактов с медициной, поскольку в Казанском университете есть медицинское направление. Вот очень приятно, что мы будем продолжать это взаимодействие не только в плане обменов и стажировок научных, как обычно, но и обучения, в том числе и на новых площадках, которые призваны развивать современную медицину, современные методы лечения и, возможно, экспериментальную медицину. В рамках встречи ректор поделился дальнейшими планами на сотрудничество между университетами. С текущего 2019 года с космодрома Байконур на российском носителе будет запущена космическая российско-немецкая обсерватория «Спектр рентген-гамма». Мониторинг данных, который будет осуществляться телескопической системой Казанского федерального университета, установленной в Турции. Биемедицинский кластер нашего университета – это уникальная научно-технологическая сегодня инфраструктура полного цикла от исследований и разработок до их практического применения. Также на семинаре ректор КФО вручил диплом золотого партнера президенту Гессенского университета за успешное сотрудничество между двумя университетами. Профессорам вузов были вручены благодарственные письма. В современном мире с цифровизацией множества процессов встает вопрос защиты данных. Этим занимается ряд компаний, одна из таких прибыла с визитом в Казанский федеральный университет. Какая роль у КФУ в решении этого вопроса, мы расскажем в нашем сюжете. Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с делегацией группы компаний InfoWatch во главе с генеральным директором Натальей Касперской. Компания специализируется на информационной безопасности в корпоративном секторе. Во встрече приняли участие проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин, проректор по общим вопросам Ильшат Гузейров и представители математического и IT направлений КФУ. Ильшат Гафуров рассказал гостям об университете и его структурных подразделениях. У нас есть собственная клиника на 800 столовых стационарных койках мест, более 2000 медработников и закрепленный контингент 44 тысячи человек, то есть население за нами закреплено, которых мы лечим. Мы используем эту клинику и лицеи как для подготовки специалистов, так и проводим там отработку собственных протоколов лечения и методик преподавания. Клинике КФУ необходима защита и систематизация данных пациентов. Речь идет о персонализированной медицине, предполагающей сбор информации и формировании электронной версии истории болезни, обновляемой в реальном времени. Для этого может использоваться автоматизированная система управления технологическим процессом. Ее защита – одно из направлений работы InfoWatch. Методология защиты вообще, говоря, не проработана. Есть там некоторые рекомендации, есть этот закон о практической инфраструктуре, но по большому счету такого четкого понимания на стране, как будут защищаться промышленные интернет-вещения, не имеется. То есть так тоже пока, в общем, такая тема, требующая исследования. И, мне кажется, тоже область, где мы могли бы с университетом поработать. Наталья Касперская предложила Казанскому федеральному университету совместно создать пилотный проект по защите медицинских данных. Далее руководитель приоритетного направления «Астровызов КФУ» Олег Шерстюков рассказал гостям о проектах «Мобильная криптография», предполагающая передачу данных на расстоянии до 30 метров, и «Метеорная связь», которая обеспечит защищенную связь в любой точке мира. Разработки вызвали у гостей интерес как возможный метод защиты данных. По результатам встречи было принято решение сформировать рабочие группы и организовать дополнительную встречу профильных специалистов. Ректор КФУ предложил создать именной научно-образовательный центр, объединяющий все профильные институты и проекты, представляющие значения для компании. Артем Топичкин, Александр Юдин, Универньюз. Торжественная линейка по случаю последнего звонка прошла в IT-лицее Казанского федерального университета. Наш корреспондент Анна Глазунова побывала на важном событии для всех выпускников. Смотрим. В IT-лицее Казанского федерального университета для всех выпускников прозвенел последний звонок. Свои поздравления сказал и директор IT-лицее Казанского федерального университета Тимир Булат Смирханов. Большое спасибо за то, что есть возможность мне, моим коллегам, вашим родителям, вашим родственникам вами гордиться. Вы замечательные люди и я думаю, что мы все, у вас много не научились и ничего научились. В рамках концертной программы были исполнены танцы, звучали песни выпускников. Оригинальный подарок был сделан и от родителей, они станцевали под песню «Улыбайся». Свою благодарность и приветственные слова выражали почетные гости, учителя и родители. В заключение торжественной линейки все выпускники исполнили гимн лицея. Я занимаюсь олимпиадной математикой и именно в IT-лицее я получила именно ту подготовку, которая мне была нужна для того, чтобы хорошо писать эти олимпиады. Я очень благодарна IT-лицее за это. Я стал более ответственным, серьезным, стал лучше подходить к делу, качественно выполнять свою работу. В этом мне помог, конечно же, IT-лицей, его площадка, учителя, воспитатели. Они сыграли огромную роль в моем воспитании. Эти пять лет в лицее помогли мне понять, куда я хочу. И я решил выбрать путь медицины. А в завершении мероприятий выпускники 2019 года высадили рябину на территории IT-лицея КФУ. Это памятное дерево, как вклад в озеленение и благоустройство территории родного лицея. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Для выпускников Института психологии и образования прозвенел «Последний звонок». Об этом наш следующий сюжет. Долгожданный «Последний звонок» состоялся 22 мая в Институте психологии и образования КФУ. В этот день было принято плакать, смеяться, вспоминать все хорошее, что произошло за студенческие годы. Позади выпускников остались конспекты, бессонные ночи, время, проведенное в учебных аудиториях. Я думала, что «Последний звонок» бывает только в школе, но оказывается нет. Университет нам тоже подготовил праздник. Наверное, уже слышно звуки, музыка. Мы с нетерпением ждем, хотим тоже показать номер и поблагодарить наш университет за все эти годы. Студенты, отличившиеся в учебной, научной и общественной деятельности, а также в творчестве и спорте, были награждены почетными дипломами. На память у ребят останутся не только фото с директором института, но также теплые объятия. По большей части я участвовала в различных конференциях научных, я исследователь. И, собственно говоря, за научные достижения в первую очередь я получила этот диплом. Одни протянут миг студенчества еще на два года и продолжат обучение в магистратуре. А для остальных Казанский федеральный останется хорошим воспоминанием. Дальше собираюсь пойти работать в школу, работать с детьми по профессии, которую выбрала пять лет назад, учителем начальной школы. Выпускники также внесли свой вклад в праздник, подготовили ответные номера и слова благодарности тем, кто все это время поддерживал их в любых начинаниях. На последнем звонке прозвучали песни, поздравления, гости мероприятия приняли участие в играх и конкурсах с крутыми призами. От учебы в Куфу у ребят остались только яркие и положительные эмоции. Было много всего, много научной деятельности, много выступлений, творчества. Было все, что можно было представить и пожелать в студенческой жизни. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте в курсе всех университетских новостей. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok